Мы рассказываем истории о бездомных животных и ищем для них хозяев среди наших зрителей. Помогают нам в этом известные люди. Это мастерская художницы Зои Луцевич. Несколько поколений ее семьи посвятили себя искусству. Возможно, потому собака Зои сначала была нарисована и только потом материализовалась в живую дворняшку Люсю. Это был год собаки. Моя мама нарисовала для всех собак. Все собаки разные. А у меня попалась такая маленькая рыженькая собачка с такими печальными глазами. Я кинула клич в интернете «Хочу собаку с судьбой с самыми печальными глазами на свете». Присылает мне, значит, моя подруга фотографии. Я смотрю на эту мамину картинку и думаю, боже, ну как так может быть? История такая, что ее выбросили где-то на заправке в Жодино, и она жила целый год на улице. Первое время она, конечно, очень боялась. Она вот если берешь веник в руки, она тут же ее сдувает под кровать. До сих пор я не делаю при ней никаких резких движений, чтобы она даже меня иногда может испугаться. Если у меня веселое настроение, она со мной играет. Если у меня какое-то затишье, она будет тихонечко сидеть. Когда она только появилась, мне нужно было ехать в Вильнюс. Ну, то есть я отсутствовала с утра и до самого вечера. Открываю дверь, меня никто не встречает. Включаю свет, а она сидит под батареей, и вся грудь мокрая. Она сидит и плачет. Я ее схватила, сама расплакала, сейчас сама заплачу. И я говорю, Люсенька, я тебя никогда не брошу в жизни, я всегда буду с тобой. И вот с этой минуты она просто вот стала, ну, моим продолжением. И если мне приходится уезжать, ну, на пленэр какой-то там и так далее, она остается вот с моей крестной мамой, не выходит из комнаты. Она сидит на моих вещах, в моей кровати. Она начинает выть. Мама Зоя говорит, это невыносимо, то, что как она без тебя страдает. И я думаю, надо ей делать паспорт, чтобы с ней все время ездить, чтобы она так не переживала. А следующий сюжет будет о собаке, которая тоже ищет хозяина, и ей нужна помощь. Кто ее возьмет и кто отзовется, получит вот такой брелочек. Сегодня на счастливый звонок от зрителя будет рассчитывать собака Гера, которая приехала к нам из Лиды. Да, я видела эту собачку. Она еще очень похожа на Ротвеллера. Такая же сильная, статная и невероятная красавица. И даже сегодня я привезла ей такой вкусный новогодний подарок. А вот и она. Да, серьезная собака. Теперь я понимаю, почему ее назвали в честь самой сильной и могущественной богини Геры. Сейчас посмотрим, что умеет Гера, а я вам расскажу ее историю. Гера – собака городская. В Лиде она путешествовала от магазина к поликлинике, могла прокатиться на автобусе, поджидала людей у рынка, чтобы покормили. Волонтеры уверены, что хозяин когда-то точно был. Сейчас Гере два года. Она – доминантная собака. Не уживается с котами, да и с другими собаками. Зато отличная охранница. Умная и воспитанная. Девочка стерилизована, привита, прекрасно ведет себя в доме. Терпит двухразовый выгул. Идеально подойдет частный дом с проживанием в доме и со свободным выгулом по территории. Или квартира. Кстати, богиня Гера – покровительница семьи. И мы уверены, что взяв эту собаку в свой дом, вы обретете верную защитницу. Звоните. Пусть новогоднее чудо свершится и для Геры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok